О, запись пошла. Сегодня мы в очередной раз выезжаем, пардонте, чтобы запилить виду. Секлон Рафаэль у нас за рулем. Еще раз помаши, я тебя не успел заснять. Вот, все, хорошо. Все дело в том, что на днях, два дня назад, на озере Морской глаз обвалился лед. И всем вдруг стало ясно, что вода подо льдом ушла. Ушла она достаточно хорошо, метров на 15 еще. Если бы эта вода уходила и плавала, никто бы внимания особого не обратил. А тут такое событие, такое событие. Короче, только ленивый за эти два дня туда не съездил. Были марийские альпинисты, молодцы, слазили, квадрокоптер запустили, красавчики, вообще хорошо там поснимали. Был технодайвер марийский известный, даже в ГТРК Мариэл приезжал, все это поснимало, потому что, да, коллапс озера, все это, конечно, удивительно, восхитительно и будоражит осознание. Что они там наговорили, наснимали, я не знаю, потому что, как всегда, это же нужно там интриги, создавать всякую прочую фигню, чтобы все это было хорошо продаваемо. Вот. А я сегодня расскажу реальность этого озера, что оно на самом деле себе представляет и что случилось. Вот. Озеро достаточно популярное, известное, да, в узких кругах нашего, по Волжье, даже ближе, более близких регионов. Но оно известно как, ну, просто очень красивое озеро. Никто на самом деле не знает, какие тайны оно скрывает, какое оно на самом деле удивительное и уникальное. Начнем хотя бы с того, что это одно из двух озер по Волжье, которого дата рождения известна. Все остальные озера, они когда-то там вроде как бы создались, в летописях неизвестно, никто не знает. А конкретно у озера Морской Глаз дата рождения известна. На сегодня ему 119 лет. Возникло оно в 1903 году. Московские ведомости за тот год писали, что жители села Подгорные Шари, услышав страшный грохот, выскочили из своих домов и обнаружили образовавшийся огромный провал, который постепенно начал заполняться водой. Так возникло озеро Морской Глаз. К сожалению, эту вырезку я видел один раз только в каком-то видео, пытался на днях найти это видео, так и не нашел. Посвящено оно было тоже там каким-то подземным реком или еще чему-то. Не помню. Поэтому если кто помнит, где эта вырезка была, в каком видео, просьба ее мне напомнить. А если ее еще и в оригинале, кто-нибудь или фотографию видел, это будет просто вообще огонь. Потому что там, по мнениям всех остальных, этому озеру там сотни лет. На самом деле нет. Вот это первый его как бы факт о нем интересный. Второй интересный факт, в чем состоит уникальность. А, ну, отвлекусь немножко. Да, для начала я развенчаю все традиционные мифы об этом озере. Как бы в каждом регионе есть своя народная, народная предань. Например, в каждом озере Уральском это обязательно там что? Казна Пугачева затоплена, конечно же. Вот, в каждом татарском озере что? Ну, конечно же, Канская, Ханская казна в каждом татарском озере затоплена обязательно, да. В каждом озере Мориэл утонула деревня, либо колокольня, либо свадьба. Все озера Мориэл, они начинаются глубиной от 60 метров от бесконечности и соединяются одной подземной рекой в одну подземную сеть. Поэтому, если кто-то утонул здесь, то обязательно через 200 километров всплывет в другом озере. Да, такая традиция есть, народное предание. Вот. Конкретно Морскому глазу, по преданию, естественно, утонула свадьба. Ну, да, по преданию. Никакой свадьбы там, конечно, не тонуло, но на дне в качестве... А, колокольня там тоже нет, церкви. Но там на дне стоят три елочки. Лично видел, проплывал. Расползли с берега, ушли на дно и там встали красиво. Вот. Значит, в чем уникальность самого по себе морского глаза, о которой, я не знаю, знает ли кто или нет. Может, единицы знают. Озеро самоуглубляется, переуглубляется каждый год на 80 сантиметров. Первые замеры, о котором мне известно, были произведены в 1996 году. Глубина озера составляла 32 метра. Первый раз я на этом озере нырял в 2003, по-моему, году или в 2004. И тогда глубина уже составляла 38,5 метров. Я потом вставлю, наверное, вставки фотографий, где будут эти глубины указаны на глубиномерах. Вот. Потом ныряли несколько раз, и каждый раз, когда погружался, я обнаружил глубину все больше и больше. Меня это каждый раз удивляло. Я думаю, что такое, почему я в прошлый раз ныряю, а эту глубину не нашел. Там я нашел 40 метров, потом я нашел 42 метра. Вот. Ныряя в 2012 году последний раз, я с удивлением, когда вылез, обнаружил, что дошел до глубины 45 метров. Как бы сейчас попробую сделать вставочку опять, чтобы вы видите этот глубиномер, там, 45 метров. Вот. Тогда я понял, что что-то тут не так. Не может быть, что я ныряя там в 2003, нашел 38, а не мог найти 45. После этого я нашел предыдущие замеры, узнал, что там в 1996 году оно было 32 метра. И, соответственно, интерполировав эти замеры, пришел к выводу, что оно каждый год на 80 сантиметров становится глубже. Почему это происходит? Ну, опять же, сейчас сделаем вставочку, чтобы пояснить, где находится это озеро. Вот. Поскольку, как бы, в этой вставке я сказал, ах, сделаем по-другому. Предварительно на компьютере я сделал видеозапись, чтобы показать, где расположено озеро Морской Глаз и привязку к местности. Значит, обратите внимание, вот деревня Шерибаксад, вот это у нас Морской Глаз, маленькое озерцо. Стоит заметить, что это озерцо находится на длинном разломе. Там перепад высоты несколько десятков метров поверхности. И на этом разломе цепь озер других еще находится. Следующее карстовое озеро – это Пужан-Ер, потом озеро Шемьер. И дальше еще там в лес уходит незаполненные водой карстовые провалы в лесу, можно найти. И маленькие озера. При этом озеро, само Морской Глаз, вот оно какое маленькое, находится, у него урез воды находится на несколько десятков метров выше всех остальных озер этой цепи. Вот. Поэтому в воде, в случае образования каналов, есть куда стекать. Вот. Как бы, поскольку в этой вставке я уже сказал, что озеро находится на этом разломе, и урез воды у него выше на несколько десятков метров всех остальных озер разлома. Более того, у него нижняя часть дна, скорее всего, либо на уровне водоносных слоев, либо даже выше. Поэтому вот эта вся масса воды, которая скапливается в стакане озера, она уходит двумя способами. Либо переполняясь, ну, скорее всего, двумя способами, одновременно двумя способами. Когда озеро наполняется, вода уходит через верх стакана, переливаясь в виде небольшого ручейка. Но другая часть воды уходит каналами внутрь породы. Тем самым промывает дополнительные карстовые полости, размывая эти карстовые полости, подмывает дно озера. Что приводит к тому, что эта масса воды продавливает стакан, дно стакана, и оно углубляется. Соответственно, в течение нескольких десятков лет этот стакан уходил все глубже, глубже, глубже. Ну, и, видимо, открыл какие-то полости, куда вода ринулась достаточно интенсивно. Тем самым, те родники, а родники у него находятся в стенках, не на дне, как у обыкновенного озера, а в стенках. На дне у него родников нету. Так, дебет воды этих родников не справился с потоками уходящей воды через эти полости возникшие. И зимой 2013-го на 2014-й первый раз произошел уход воды в озере. Он обмелел тогда озеро метров на 12, наверное. В 2014-м году мы туда ездили несколько раз, делали замеры. Последний раз мы ездили в ноябре 2014-го. Пытались нырнуть, чтобы нырнуть пришлось спуститься на тросах с полным снаряжением, с аквалангами, со всеми делами. По тросам спуститься до урез воды и потом уйти на дно. Но суть в том, что поскольку это озеро имеет родники в стенках, а уходила вода через дно, то вся муть, раз проходила насквозь озеро, и в итоге там до самого дна видимость была сантиметров 20. Приходилось погружаться на ощупь. В итоге ничего мы там не нашли интересного. Ничего не получилось. Через несколько лет озеро наполнилось обратно. Восстановился его уровень. То есть каналы, которые были в тот год открыты, они замылись, заилились, завалились. Дебет воды стал выше, чем поток уходящий. Озеро наполнилось обратно. Опять оно начало переливаться как стакан. Как бы все восстановилось. Все думали, что опаньки, все нормально будет. В тот год я съездил с эхолотом. Нырять не стал. Съездил с эхолотом, померил глубину. Глубина эхолота в зоне видимости луча показала 40-70,5 метров. Нужно учесть, что это в зоне видимости луча. Потому что у берегов ниже 30 метров отвесные стенки озера превращаются в отрицательный уклон. С одной стороны. С другой стороны положительный уклон начинается. Соответственно, есть зона, недоступная для луча эхолота. И там глубина, скорее всего, была больше, чем 47 метров. Сколько она там была, я не знаю. Но в любом случае, озеро до определенного момента было третье по глубине, по Волжье. А на тот момент оно уже стало вторым по глубине, по Волжье. Перейдив 40 метров озера Карася. И если оно на данный момент восстановится в своем предыдущем уровне воды, то, возможно, оно по глубине выйдет на первое место в Поволжье, перейдя в 53 метра озеро Табашино. Но это нужно будет уже не эхолотом мерить, а, видимо, все-таки нырять на эти глубины, чтобы увидеть ту глубину, которая находится вне зоны действия луча эхолота. Значит, что произошло на данный момент? Как бы опять... Ну, то есть та же история, что в 2013 году вода начала уходить, уходила достаточно плавно. Потом, видимо, промылись еще большие каналы. Может быть, там дно сильно просело, открыв эти, обнажив эти каналы. Из-за этого еще вода ушла на примерно 15 метров. То есть на данный момент глубина озера, я не знаю сколько, не могу сказать, примерно, наверное, метров 20 на данный момент осталось глубины, но урез воды ушел метров на 30 от его изначального родного, которое оно было долгие годы. После вчерашнего снегопада дорожка немножко заметена, скажем так. Вот, мягко говоря. Хотя проехать можно потихоньку, сейчас под горку. Ладно, под горку. Ну, вот такая история. Вроде пока едем. Тяжела жизнь блогера. Для того, чтобы снять видосик, приходится расчищать снег для парковки машины. Машину некуда поставить. Вот сейчас вот тут приходится снег расчищать. Все, выкопали посадочное, парковочное место. Сейчас пойдем смотреть, что с озером. Тонкая тропинка, натоптанная блогерами до озера, ведет нас прямой стрелой. Сейчас мы это озеро увидим. Погодка сегодня и от Ас. Вчера тоже было неплохо, он все грубо намело. Обзора нету. Все, в тумане, в дымке. Скоро озеро. Если сойти с этой тропы, то можно провалиться с легонца по колено. Вот так примерно. Вот так вот по колено можно провалиться с натоптанной тропы. Они вон стоят. Так что тропа тут натоптанная до озера. Момент истины. Какое ужасающее зрелище нам сейчас откроется. Вот из-за этого бугорка. Главное не улететь в это озеро, потому что оттуда уже не выберешься. Не откроется. Отсюда я ничего не вижу. По пояс в сугробе, в сугробах, я все-таки хочу найти точку обзорную, хорошую, где без необходимости иметь квадрокоптер, можно снять вид с виду, вид сверху. Вот он. Вот такое. Теперь, такой у него теперь вид. Смотрите, раньше вода уходила вот до этой кромки. То есть изначально, когда озеро заполнено, слив идет вот тут, около елочки. Потом, стандартно она с 2014 года уходила вот сюда. Это примерно метров 12-15, наверное. Теперь она ушла еще вот сюда. При этом, обратите внимание, стенки вертикальные. Где-то, где-то вот там, чуть поглубже, вот где-то чуть поглубже, где кончается урез воды текущей, начинается отрицательный уклон у стенок. То есть, вот сейчас я уменьшу. Вот, то есть, вот так вот берег уходит. Когда погружаешься, начинаешь плыть вдоль потолка, прям рукой так его касаешься, отталкиваешься от него и начинаешь уходить вдаль. Вот. Когда я мерил эхолотом, соответственно, я вот вдоль этой стенки 40-70,5 метров намерил, когда еще заполнено было полностью озеро, вот так вот, 47. А что там под отрицательным уклоном? Эхолот не видел. Ну, вот, соответственно, сейчас тут вот метров 30, наверное, у нас ушло до уреза воды от рабочего. Получается, еще метров 20 там глубины осталось, как ни странно. Потому что озеро уже тогда было 47, сейчас оно, наверное, под полтинник бы уже было. Видимо, вот как раз вот это вот проседание, 47 и дальше, оно привело к открытию более широких каналов, и вода ушла. Но там еще, я говорю, там метров 20 еще осталось. Единственное, что нырнуть, конечно, тут уже не получится никак, потому что на веревках 30 метров вертикально спускаться с баллонами, это анрил. А родники у него не на дне. Вот, например, вот родник, один из главных родников, который его пополнял, и куча мелких родников в стенках. Они есть выше уреза воды начального, есть ниже. Поэтому вода, когда озеро наполнялось, она, основная вот эта воронка, да, вот этого сужения, она была мутная от, ну, купающейся мутили. А вот уже начиная, где вот этот стакан начинается, там она уже начиналась чистая, но уже было темно. Потому что вот эта 15-метровая толщина мучной воды, она солнце не пропускала. Приходилось в достаточно таких суровых условиях погружаться. А сейчас, поскольку вода целиком уходит через низ, она не отстаивается, она вся мутная насквозь. Тут сейчас даже нырять без толка, на самом деле. Вот так, как эта команда став идет, приближается, тоже пытается пофотать. Видите, по пояс. Вот я, примерно, так шел. Так, короче, я сейчас выбираюсь из этих сугробов. По пояс в них. Подальше от того места, где я стоял. Ибо, не дай бог, там еще это в виде лавины сойдет. Я улечу в эту ямку. Живым я оттуда не выберусь. Вообще, кто приедет смотреть это дело, будьте осторожнее. Не навернитесь туда. Это будет ваша последняя поездка. О, у нас еще один блогер. Олдскульный фотоаппарат откопал из каких-то своих заначек. Наверное, завалялся под сидением машины. Пыль отряхнул. Аккумулятор проверил. Пленку поменял хоть? Цветной поставил? Это не модно. Черно-белая. Понятно. Торит нам дорогу. Вот, своим широким... Что у тебя там, бюстом? Не знаю. Давай просто катись бочком, чтобы дорога была пошире. Утрамбовый снежок. Надо ключи не потерять, пешком пойдем обратно. Да. Ну, тут уже по колено. Ой, ногу отдайте мне. Пока я иду на другую сторону озера, хочу еще небольшую историческую вставочку сделать. Ну, она такая не сильно историческая. Короче, я не знаю, как давно закрепилось за этим озером название «Морской глаз», но на моей памяти его называли по-разному. Думаю, его называли «Рыбий глаз», «Драконий глаз», «Морской глаз». Вот. Но потом все-таки «Морской глаз» как-то закрепилось. Наверняка у него есть какое-то местное название, какой-нибудь «Ер» очередной. Я не знаю, если честно. Опять же, если кто знает, напишите. Мы подходим к основной поляне, на которой летом собираются отдыхающие. Вот. Ну, вот, собственно говоря, все, что осталось от озера. Вот там, где... Вот тут, где деревья растут, вот досюда был урез воды. Соответственно, вот потом он сюда уходил. И сейчас еще глубже. Вот, собственно говоря, что нам отсюда открывается. Мне, честно говоря, уже даже страшно подходить сюда. Как бы туда, блин, не улететь, на самом деле. Со снежной лавиной. Ух ты ж, блин. Вот. Ну, это, конечно, ужасно выглядит. Так вот, скользим. Ой-ой-ой, главное вот так вот в озеро не соскользнуть. Вот, вот эта лестница, она вела к ручейку, который вытекал из озера. То есть вот сейчас вот, где у нас Рафаэль стоит, тут ручеек был. Когда озеро переполнялось, оно вытекало вон туда, как стакан переливалось. Вот, не, слушайте, я что-то это... Сыкат на мне. Ой-ой-ой-ой, не-не-не-не-не, я пас. Я туда не пойду, что-то я уже заскользил. Если я тут не заторможу, а я тут не заторможу, то я это... Поминай меня, как звали. Впервые чувствую нехватку кадрокоптера в организме. Сейчас бы его туда запустить, все это заснять, а не самому вот этой цирком заниматься. Вот. К телефон кинуть на веревочке или в онлайн-трансляции? Ну-нэ. Рафаэль, он предусмотрительно держится за деревце, а я полез на бугорок с другой стороны, чтобы заснять другой ракурс. Вот этот сток, вот этот сток, это основной родник. Он у нас, он начинается, он там наверху начинается. Вот-вот он тут начинается, так течет, основной родник пополняющего озера и сюда. Но в стенках, в стенках в том числе ниже и выше, много мелких родников, которые его наполняют. Поэтому озеро, в принципе, оно не очень чистое, потому что эти родники вот эту всю глину или что-то смывают. И когда оно переливалось через верх, оно все-таки внизу отстаивалось. А сейчас нет. И отсюда видно новый уровень воды. Вот этот вот, новый уровень воды. То есть, когда лед провалился, все рухнуло туда. Было прикольно, наверное, когда лед, а под ним метров 15 пустоты. Да, ощущение, наверное, было интересное. Полынью пропилить и внутрь заглянуть. Мы когда в 2014 году обследовали это озеро, оно вот, уровень у него был где-то вот здесь. Мы вот по этому спуску вот так на веревку спускались сюда. Тут уже была вода, мы плавали. И потом вниз шли. Что я могу сказать? Озеро ушло, да, естественно. Это отнять. Этот факт нельзя преуменьшить никак. Озеро ушло. Но оно не умерло отнюдь. Сейчас этот канал... Ну, не сейчас, через сколько, я не знаю, через сколько он закроется. Он однозначно закроется, этот канал, столько нижний. Озеро опять начнет наполняться. Вот. И, возможно, мы получим самое глубокое озеро Поволжье. Возможно, подобные процессы уже происходили в прошлом, потому что вряд ли за 100 лет с момента его образования, до 2003 года, он достиг глубины всего лишь 38 метров. Я думаю, оно уже было изначально глубокое, потом засыпалось за счет склонов, которые вот эти сейчас пологие. Потом, соответственно, опять начинало проседать. Видим, этот процесс происходил, возможно, не раз. Вот. Сейчас мы этот процесс наблюдаем как бы в очередной раз. Скорее всего, оно закроется, либо засыпется сначала, потом закроется. Опять наполнится, опять начнет проседать и т.д. и т.п. Но озеро не умерло, будет жить. Вопрос, когда мы его увидим в изначальном виде красивом, и когда в нем можно будет опять нырять. Ну да, вот я говорил насчет разлома. Вот у нас там высокий берег, да, вот это фактически, вот этот вот весь разлом идет. Озеро в центре этого разлома. И, соответственно, у нас вот тут низ. Вот эти два пласта геологических, они между собой отличаются на несколько десятков метров по высоте. И вдоль этого пласта, вон туда, вдаль, там цепь озер. Но они вот как бы вот на уровне, вот примерно, вот где деревья растут. На этом уровне урез воды, а у этого, вон где, сами посчитайте, метров, наверное, на 30. Возможно, кстати, возможно, сейчас текущий уровень воды, возможно, как раз соответствует уровню близлежащих озер. И, скорее всего, он глубже уходить уже не будет, это озеро. То есть, вот как мы имеем сейчас урез воды, скорее всего, он соответствует урезу всех близлежащих озер. И, соответственно, уже соединяется с грунтовыми водами. Соединяется с грунтовыми водами, и меньший уровень мы не получим. Ну, это мое предположение, мне так кажется. Потому что вот я смотрю, сравниваю то, что я вижу, уровень грунта слева, уровень воды. И да, они либо одинаковые, либо даже немножко пониже уровень воды уже в озере. Ну, ждем, 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 пока оно опять закроется с канала слева, и оно начнет наполняться. Так, четвертый ракурс, все-таки пытаясь как-то его со всех сторон озера. Вот, значит, самая большая глубина, которую я мерил эхолотом, она находилась вот около этой стороны стенки, прямо вот в том углу где-то. Честно говоря, вот в этом углу, вот в этом углу находилась. То есть отплываешь, луч мимо стенки проскальзывает, там давал что-то 45, что ли, метр, потом еще немножко отплываешь, и там 47,5 дайл. Начинаешь плыть в эту сторону, вот уже сюда, да, опять начинает повышаться. Там 42, 43, на тот момент. Вот, то есть самое глубокое место, оно было вот в самой дальней, в той точке. Там какая-то яма была. Скорее всего, там и открылся какой-нибудь канал, куда все это утекало. Но мы его не видели, не ныряли. На этом наш замечательный экскурс в сторону засыпанного, обмелевшего голубого... Блин, да что ж меня... Засыпать в сторону... Я ничего не пил, не надо. Это инсунация. Наш экскурс в сторону обмелевшего морского глаза закончен. Все, что я знал, я про него рассказал. Все, что мог, показал. Будем надеяться, что озеро скоро восстановится. Вот машинка у нас вот такая вот, вся заснеженная, кое-когда сюда добрались. Приезжайте, посмотрите. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok